МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РГРТУ переименовали. ВУЗ получил имя академика Уткина. Ночные дежурства и прогулки с младенцами. Как дом ребенка помогают волонтеры и рязгому. Экологическая катастрофа в микрорайоне Дашково-Песочне. На Черезовском пруду рыбаки находят мертвых уток и всплывшую рыбу. Сам водоем больше похож на свалку. В нем плавает бытовой мусор, который почему-то не спешат убирать. На месте побывала Дина Исляева. Черезовский пруд скрыт от глаз прохожих за рекламным баннером. Заглянувших за красивую вывеску ждет ужасная картина. Все берега усыпаны бытовым мусором, бутылками, пакетами. Рыбаки, приходящие сюда провести время, рассказывают ужасные вещи. Карасей полно было, сдохли. Здесь прямо? Да, прямо берегу. Даже еще есть, там осталось несколько штук. И утки тоже? Ну, ветку, да. Ну, не знаю, даже черепаха есть, сдохла. У нас что-то трава есть какая-то. Оттуда канализация идет или что там, поставили, вода течет. Кипяток пускает, полный ход. Ну, пруд не убирает вообще. Дохлые утки лежат на берегу. Их, как и мусор, не спешат убирать. Я лично отсюда убрал штук 3-4 утки. Бросил туда, чтобы чистить. Юля работает рядом в магазине. К пруду приходит гулять в обеденный перерыв. В ужасном состоянии прудик. Тут уточки плавают. Надо было что-то облагородить. Обещают его, вроде, почистить. Ну, вот весной чистят, так вот мусор в основном. Больше меня не замечают. Черезовский пруд нуждается не только в генеральной уборке. Жители обеспокоены гибелью уток и рыбы. Ситуации, по их словам, повторяются из года в год. Но до сих пор никаких действенных мер, чтобы спасти водоем, не принято. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Расселят половину аварийных домов. Губернатор утвердил программу по переселению рязанцев из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы. Финансирование составило более 2 млрд 87 млн рублей. На эти средства снесут 168 аварийных дома. Расселят более 3 тысяч граждан. Напомним, что в программу вошли дома, признанные аварийными, до 1 января 2017 года. Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области стал Михаил Пронин. 9 апреля он получил соответствующее удостоверение из рук губернатора. Планируется, что он будет занимать должность в течение ближайших пяти лет. Напомним, что кандидатуру Пронина предложили участники торгово-промышленной палаты. Предыдущий омбудсмен был уволен досрочно за нарушение антикоррупционного законодательства. Постоять в пробке из-за ремонта дороги пришлось всем, кто ехал в сторону микрорайона Дашково-Песочное через Кальное. Одну из полос перекрыли рабочие. Из-за этого движение практически встало. Даже днем, когда поток машин небольшой, водителям приходилось стоять в километровой пробке. Однако ремонт практически завершен. Скорее всего, в ближайшее время ограждение уберут и освободят полосу для проезда транспорта. В региональном Минтрансе назвали главные направления, которые планируется отремонтировать в этом году. На 47 дорогах регионального, межмуниципального и местного значения проведут капитальный или текущий ремонт. Наиболее значимые объекты находятся на трех направлениях. На автодороге Рязань-Спаск-Рязанский-Ижевская-Лакаш. Участок деревенская Киструс. Указанный участок протяженностью более 17 километров проходит по Спаскому району и ведет к музею Циолковского в село Ижевское, а также в Окский биосферный заповедник в Брыкингборг. Второе направление Рязань-Константинова приведут в порядок участок Срезнего-Чурилково-Вакино-Федякино-Рыбновского района. Протяженность 16,5 километров. Это альтернативный проезд к музею-заповеднику Сергея Есенина. Третье транзитное направление из Московской области во Владимирскую проходит по двум муниципальным районам – Клепиковский и Касимский и входит в состав автодорог Москва-Гебгорьевск-Тума-Касимов-Иряжск-Касимов-Нижний-Новгород. На этом маршруте, являющемся одной из главных транспортных артерий региона, будут выполнять работы по ремонту четырех участков дорог общей протяженностью 25 километров. По данным регионального Винтранса, в рамках ремонта и капитального ремонта запланированы мероприятия по полной замене асфальтобетонного покрытия, усилению основания дорожной одежды, в том числе методом холодной регенерации, ремонту и замене водопропускных труб, установке дорожных знаков, повышенной информативности, нанесению дорожной разметки и установке металлических барьерных ограждений. Планируемые сроки работ – май-сентябрь 2019 года. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Ремонт сделали две недели назад, а ямы вновь появились. Жители поселка Конищево пожаловались на состояние дорог. По их словам, вместо асфальта в трещины насыпали крошку, которая быстро исчезла от колес машин. Ситуацией разбирался Валерий Седов. От улицы Новой здесь только одно название. Все остальное по крупицам собрано с других дорог Рязани и области. Те же выбоиные ямы, которые ремонтируют точно так же. Улицу Новую, что в поселке Конищево, по словам местных жителей, отремонтировали всего несколько дней назад. Правда, качество такого ремонта ничем не отличается от дорожных работ зимой, когда асфальт кладут на снег или лед. Я был удивлен тому, что асфальт просто накидали в лужи. Я поехал с утра, было накидано в лужи, а возвращался буквально, может быть, через пару часов себе домой, обратно по дороге. Обратил внимание, что уже вот этот асфальт, он уже валялся в окорух в виде крошек. Качество ямочного ремонта можно оценить самому. Все заплатки стираются одним легким движением. Да и дорога принимает свой первоначальный вид. А ремонтировать автомобиль после поездок по такой нужно. Я самостоятельно недавно по этой зиме менял на передней подвеске стойки. Стойки стабилизатора и такие вот газовые стойки поставил. Плюс ко всему был случай, как-то повредил диск. Местные жители рассказали, что такой ремонт сделали на всей улице Новой. Притом коснулись и улицы Колхозной. Ремонтировали, говорят, точно так же. А это ее собрат. Такая же улица Колхозная, но уже в черте города. Проехать здесь на разрешенной в городе скорости 60 км в час невозможно. Обязательно оставишь в яме часть своего автомобиля. И местные жители задают вопрос, стоит ли ежегодно проводить ямочный ремонт, который исчезнет на следующий день, или можно один раз сделать хорошо. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Период навигации начнется в Рязани с 15 апреля. Каждое судно выйдет согласно плановому расписанию. А пока корабли готовят к новому сезону. Красят, ремонтируют и вооружают. Подробнее обо всем расскажет Валерий Седов. Сейчас по водам АКИ ходит только одно судно под названием «Перекат». Его начали вооружать раньше всех. Такой непривычный для слуха термин означает покраску, завод двигателей, погрузку на борт запасных деталей и тому подобное. Сейчас «Перекат» выполняет дежурные функции. Это флагман Рязанского РГСа. Мы его отозвали первого. Он вооружался и выполняет рейдовые работы. Переводит суда, подвозит топливо, откачивает баржи какие. Но все делают на рейде. Так же и смотрит за всеми судами. Проходит, чтобы не накренились. После зимы некоторые могут дать течь. Он откачивает, смотрит и расстанавливает по своим местам. Пока «Перекат» вышел на воду, на берегу кибит работа. Ремонтируют рифлер, красят, осматривают суда. Есть здесь и те, которые почти отремонтированы. Но на воду спустить их будет непросто. Так корабль «Путейский-28» вытащили на берег для ремонта. Вот только половодием так и не было. Мы его отремонтировали, покрасили, заменили валы, винты новые поставили. Но воды сейчас нету, воды нету. И мы будем думать, как его спускать на реку. У нас и краны есть, и все есть. Вот сейчас, чтобы он ничего не сломал, мы будем потихонечку спускать его на воду. На пяти таких же «Путейских» судах уже запускают двигатели. Всего кораблей такого типа шесть. Каждый будет курсировать по своему участку в Елатьме, на Монашке, в Срезневе, Терехово, Кузьминске и Белоомуте. Сейчас экипаж подкрашивает буи в белые и красные цвета, которые будут обозначать левую и правую сторону судоходного пути. Первое «Путейское» судно выйдет согласно графику 15 апреля. Следом по расписанию. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Исторический минимум. Новый рекорд установила плаводье в Рязанской области. На реках Верда, Истия, Раново максимальные отметки оказались самыми низкими за весь период наблюдений. Вода поднялась на 10 сантиметров ниже прошлых лет. Показатель составил всего 40 сантиметров. Новое название получил Рязанский государственный радиотехнический университет. Ему присвоили имя советского и российского ученого, конструктора и специалиста в области ракетно-космической техники Владимира Федоровича Уткина. Напомним, что инициатива принадлежит ректорату ВУЗа, а процедура переименования заняла более года. Было получено разрешение семьи ученого и Министерства образования России. Отметим, что Владимир Уткин родился в Касимовском районе Рязанской области. Несмотря на огромную занятость на производстве, он общался с учеными из Рязани, а также выступал с лекциями перед студентами РКРТУ. Помогать детям. Под таким девизом работает волонтерский отряд Рязанского медицинского университета. Более ста студентов регулярно посещают дом ребенка. Благодаря профессиональной подготовке им доверяют уникальные для добровольцев задачи, среди которых прогулки с младенцами и ночные дежурства. Подробности далее. Внимание и забота. Вот чего не хватает детишкам из дома ребенка. Поэтому волонтеры Рязанского медицинского университета заменяют им маму. Они вместе кушают, гуляют и играют. Приходят три раза в неделю. За это время становятся совсем родными. Начала заниматься семь лет назад. Случайно. Мне просто предложили приехать сюда покрестить малышей. Вот. На всех малышей крестник. У всех есть крестные. Вот. И мне тогда сказали, что я могу посещать вот своего крестника, так называемого, новоиспеченного. Вот. И начала приходить потихонечку одна. Потом начали со мной ходить девочки со школы. Потом появилась идея у первокурсников и тогда из медуниверситета. И вот мы познакомились. Уже поступив в университет, у нас сформировался такой крепкий дружный отряд. Отряд существует уже более семи лет. В его составе более ста человек. Воспитатели отмечают, что будущие медики надежны, постоянны и профессиональны. Поэтому им доверяют многие уникальные задачи, на которые не подходят обычные волонтеры. Одна из таких – прогулка с малышами. В группе семьи у нас двое-трое сотрудников на семь-шесть детишек. И иногда гуляние с маленькими детьми представлять, организовать достаточно сложно, поскольку в плохую походу надо одеть, раздеть, дети разновозрастные. И тут ребята подключились и фактически взяли на себя вечерние прогулки с малышами. Это, конечно, очень помогло тому, что практически каждый ребенок у нас проводит определенное количество времени на улице. Это результат, которого мы не могли в течение многих лет добиться. В Рязанском доме ребенка находятся дети от 4 дней до 4 лет. Все они отказники или те, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации. И практически у всех есть патологии. Каждый пятый ребенок имеет ограничения по возможностям здоровья. Каждый десятый – инвалидность. Медицинскую помощь им оказывают на месте. Однако иногда детей приходится класть в стационар. Все стационары просят помощи в уходе за нашими воспитанниками. А штатным расписанием это не предусмотрено. Поэтому, выделяя сотрудников, мы снимаем их с групп, уменьшая количество взрослых в группах. И это не очень хорошо сказывается на других воспитанниках. Студенты Рязанского медицинского университета заступают в ночные дежурства у колобальных детей. А утром идут на занятия. Подобной практики в других регионах России нет. Воспитатели отмечают, что она крайне эффективна. Несмотря на тяжелый режим, волонтеры в помощи никогда не отказывают. Алена Мартышова ходит в дом ребенка с первого курса. Я поступила на педиатрический факультет и я решила, что это будет хорошей практикой для меня. И когда я сюда пришла, я поняла, что это не только практика, но и куча положительных эмоций и очень приятное времяпрепровождение. Сотрудники дома ребенка доверяют студентам Рязгому своих воспитанников. Они рассказывают, что те имеют нужную квалификацию, умеют правильно общаться с малышами и находить к ним подход. А для волонтеров это прекрасная практика, которая помогает увидеть будущую профессию изнутри. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Чернобыльская АЭС теперь открыта для туристов. Организаторы турплощадки утверждают, что за один день в зоне отчуждения турист получит меньше радиации, чем от одного перелета на самолете. Уже состоялись первые экскурсии. Рискнут ли туда отправиться рязанские туристы и какие еще необычные места они хотят посетить на майских праздниках, узнал Валерий Седов. Пока одни туристы выбирают туры в Чернобыль, рязанцы пробуют покорить Африку, притом не Кению или Марокко, а выбирают самые неизвестные маршруты. В этом году интересные туры были, к примеру, в Танзанию, в Танзанию. Даже летали у нас туристы туда. Прямой перелет был из городов России, в том числе и Москвы. Была попытка запустить прямой перелет в Гамбию, это западная часть Африки. Но, к сожалению, я бы сказал, она не увенчалась успехом. После двух-трех месяцев полетную программу туда прекратили, скорее всего, из-за нерендабельности. К сожалению, тур большим спросом так и не пользуется. Как рассказали специалисты, все упираются в дополнительные затраты – прививки, визы и так далее. Поэтому в большинстве своем горожане акцентируются на популярных направлениях. В основном раскупают путевки на Майске, в основном там, где есть море, где есть солнце, где есть песок. Конечно, в первую очередь на Майске, наверное, лидеры, как и по-погласу, это, наверное, Эмираты. Также они остаются лидерами. Таиланд мне показывает неплохой спрос, хотя там уже 50 на 50. В зависимости от погоды, как повезет, не повезет. Европа, я бы сказал, еще холодновато для посещения. В начале мая до майских праздники, так же, как и Турция, Тунис. В турфирме рассказали, что люди чаще всего выбирают туры, основываясь на трех факторах – финансовые затраты, удобность транспортировки, а также безопасность и политическая обстановка в стране. Да и предпочитают все отдыхать в проверенных местах. А в малоизвестные, вроде Японии или Кореи, предпочитают летать сами, без помощи турфирм. Я бы не сказал, что есть какие-то не популярные. То есть, тут все зависит от человека, от того, что он хочет. Кажется, она по-своему интересна, в каждой стране стоит посидеть, чтобы такая возможность. Не помню, кто говорил, но был следующий вариант, что одна неделя приема в другой стране приравнивается к одному году опыту, полученному в том месте обитания, где мы, как говорится, уже привыкли. То есть, одна неделя в другой стране заменяет нам один год жизни в нашем городе. Главное, как говорят специалисты, это отдыхать. И лучше всего там, где вам самим нравится. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok